Биография Бальмонта 15 июня 1867 года в селе Гумнище Владимирской губернии, где жил до 10 лет. Отец Бальмонта работал судьей, затем главой в земской управе. Любовь к литературе и музыке будущему поэту привела мать. Семья перебралась в город Шуя, когда старшие дети пошли в школу. В 1876 году Бальмонт обучался в шуйской гимназии, но скоро обучение ему надоело, и он все больше внимания стал уделять чтению. После исключения из гимназии за революционные настроения Бальмонт перевелся в город Владимир, где учился до 1886 года. В этом же году он поступает в университет в городе Москва на юридическое отделение. Учеба там длилась недолго, через год его исключили за участие в студенческих беспорядках. Начало творческого пути Свои первые стихи поэт написал, будучи десятилетним мальчиком, но мать раскритиковала его начинание, и Бальмонт больше не предпринимал попыток что-либо написать последующие шесть лет. Впервые стихи поэта были напечатаны в 1885 году в журнале «Живописное обозрение» в Петербурге. В конце 1880-х годов Бальмонт занимался переводческой деятельностью. В 1890 году из-за бедственного финансового положения и неудачного первого брака Бальмонт пытался покончить жизнь самоубийством. Выбросился из окна, но остался жив. Получив серьезные травмы, он год пролежал в постели. Этот год в биографии Бальмонта сложно назвать удачным, но стоит отметить, что он оказался продуктивным в творческом плане. Дебютный сборник стихов поэта не вызвал интереса у общественности, и поэт уничтожил весь тираж. Восхождение к славе Наибольший расцвет творчества Бальмонта приходится на 1890-е годы. Он много читает, изучает языки и путешествует. Бальмонт часто занимается переводами. В 1894 году переводит историю скандинавской литературы горно. С 1895 по 1897 – историю итальянской литературы Гаспари. Бальмонт издал сборник «Под северным небом» в 1894 году. Начал печатать свои произведения в издательстве «Скорпион», журнале «Весы». Вскоре появляются новые книги «В безбрежности и тишина». Женившись во второй раз в 1896 году, Бальмонт уезжает в Европу. Несколько лет он путешествует. В 1897 году в Англии читает лекцию о русской поэзии. Четвертый по счету сборник поэзии Бальмонта «Будем как солнце» вышел в 1903 году. Сборник стал особенно популярным и принес автору большой успех. В начале 1905 года Константин Дмитриевич снова уезжает из России. Он путешествует по Мексике, затем едет в Калифорнию. Бальмонт принимал активное участие в революции 1905-1907 года, в основном произнося речи перед студентами и строя баррикады. Боясь быть арестованным, поэт уезжает в Париж в 1906 году. Побывав в Грузии в 1914 году, перевел на русский язык поэму Руставелли «Витязь в тигровой шкуре», а также много других. В 1915 году, возвратившись в Москву, Бальмонт ездит по стране с лекциями. Последняя иммиграция. В 1920 году из-за плохого самочувствия третьей жены и дочери уехал с ними во Францию. Больше в Россию он не возвращался. В Париже Бальмонт публикует еще шесть сборников своих стихов, а в 1923 году автобиографические книги «Под новым серпом» и «Воздушный путь». Поэт тосковал по России и не раз жалел, что уехал. Эти чувства отражались в его поэзии того времени. Жизнь на чужбине становилась все тяжелее, здоровье поэта ухудшилось, были проблемы с деньгами. У Бальмонта было обнаружено серьезное психическое заболевание. Живя в бедности, в предместе Парижа, он больше не писал, а лишь изредка читал старые книги. 23 декабря 1942 года в Нуазиле-Гран, недалеко от Парижа, в приюте «Русский дом» Бальмонт умер от воспаления легких. Продолжение следует...